Когда у тебя молодая семья, то время летит быстро и незаметно. Казалось, только вчера я забирал Алёшку из роддома. А сегодня уже забираю из детского сада. Давай, Алёшенька, кофточку. А тут у нас как мама, три часа собираешься. А пахтишь и потеешь, как папа. Что папа у нас там заболтался? С какой-то тётей. Танюш, слушай, я тут подумал, вы, наверное, езжайте, а мне тут нужно в библиотеке шкаф подвинуть. Александр, я вас жду. Да-да, да. Ну, езжайте, езжайте. Саша, подойди, пожалуйста. Надо Алёшке шнурки завязать. Да-да, сейчас, секундочку. Да. Таня, ну ты что, вообще что ли ку-ку? У него же вон эти кроссовки на липучках. По-моему, это ты у нас на липучках. Чего ты там приклеился? Таня, слушай, ты чего? Это же Ирина Николаевна, это новая воспитательница Алёшки. Я неделю его забирал, вот познакомился. А может, ты поэтому и забирал, потому что познакомился? Ты давай это прекрати, неудобно. Тем более, вон Ирина Николаевна стоит, всё услышит. А, значит, Ирина Николаевна, да? То есть, воспитательница постарше, ты сразу дал кличку Оренбургская шау. А это у нас молоденькая, без кольца, и сразу Ирина Николаевна, да? Мы вообще-то с Ириной Николаевной обсуждали, какой язык Лёшке учить. Она говорит английский, а я подумал, наверное, китайский. Сергеев, я тебе по-русски скажу. Ты не охренел ли? Ну что же, начали там нашего ребёнка вместе воспитывать? Да ну прекратите, она просто посоветовала. А давай я тебе посоветую. Поменьше засматривайся на молоденьких воспитательниц. И Алёшку ты больше из сада не забираешь. Да пожалуйста. Так всё, собирайся, пошли. И шапку надень. Тань, там не холодно, ну чё ты? Не себе, Алёшке. Лёха. Скажите, а какой у вас есть коньяк? Есть французские коньяки элитные под 3000 рублей за 50 грамм. Есть Иксо от 2000 рублей. Есть ВСОП. Но судя по тому, как ваша жена бьёт меня ногой под столом, вы будете пиво. Я думала, это я не вас пинаю. Извините. Вот, Алилька позвонила, говорит, я втри не могу. Нормально вообще? Я в метро спускаюсь, бегу как ненормально. Саша, а рыба вообще свежая? Свежая, свежая. Просто тяжёлая. Ладно, Тань, потом сама позвонишь, как в Рим будет. А Сашка молодец, похудел. Ну ладно, пока. Пока, мам. Чё, Тань, я уже оделся? Уже не надо. Эй, я ж думал, ты с мамой просто по телефону разговариваешь. Думал он. Танцор. Таня! А? Поздравь меня, я застегнул на третью. Я похудел. Молодец. А раньше ты на какую застёгивал? На четвёртую? Раньше? Раньше я вообще не видел на какую. Да, Марин, да, я понял. Хорошо, Марин. Я всё помню, Марин. Да, одну секундочку. Тань, ты успокойся, пожалуйста. Это Марина с работой, разговариваем. Мы с ней по делу. И вообще нехорошо подслушивать. Да что ты взял? Я не подслушивала. Да? То есть ты мимо нашего дома специально проехала, да? Да, Марин, извини, пожалуйста. Я знала, что эта улыбчивая коза обязательно спросит, а где же наш папочка? Поэтому заранее приготовила легенду. Здравствуйте, Татьяна. Ну что, Алёшка, сегодня тебя мама привела. Надо же, Алёша, какая у тебя воспитательница внимательная. Ну мы просто привыкли, что в последнее время Александр приводил. Ну теперь придётся отвыкать. А что с ним, он заболел? Да, заболел. Ну, с утра поправился, а завтра опять болеть будет. В смысле, а что с ним? Запой. Александр? Да не может быть. Я тоже тогда свадьбу думала. Теперь вот наши вилки от него прячу. А так и не скажешь. Вроде всегда такой весёлый, жизнерадостный к нам приходил. Ну логично. Закладывает с утра пораньше, вот и весёлый. Только вот нам с Алёшкой не весело. Ну есть же врачи, есть специальные клиники. Чего мы только не пробовали. И кодировали, и по бабкам водили, и гипноз. Ничего не помогает. Наследственность дурная. А что, и дедушка у вас тоже? Ещё как. Алёшка вообще как пьяного на улице увидит, сразу кричит. Деда, деда! Каждый день молюсь, чтобы он у меня таким не вырос. Ну, вы держитесь, Татьяна. Вы, если что, всегда ко мне обращаетесь. Спасибо большое. Ну ладно, я побегу, а то, не дай бог, квартиру спалит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вячеслав Владимирович, ну послушайте, вы вот Анисимова оштрафовали на ползарплаты. А он в этом месте всего один раз опоздал. Гордеева премии лишили. Хотя у него вся документация верная, кроме одного отчёта. Вот, а Колбасов после свадьбы запахом пришёл. Так вы его вообще чуть не уволили. Ну, свадьба, это же уважительная причина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, согласен. В принципе, всё по делу. Помогите стереть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, простите. Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саня, посмотри отчёт. Не-не-не, я сейчас не могу, я это, я к генеральному иду. Сергеев, ты за это утро уже пять раз к генеральному бегал. Прими активированный уголь и посмотри отчёт. Или посмотри, пока у генерального будешь. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Салон красоты, Татьяна, здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Алло, девушка, здравствуйте. А будь добра, я хотел бы записаться на антицеллюлитный массаж бровей. Сергеев, запишись лучше к врачу. Или придумай уже новую шутку. Чё хотел-то? Я? Я хотел бы прижать тебя к себе, снять одежду, взять на руки и отнести в спальню. Так, Сергей, давай быстрее рассказывай, что сейчас кто-нибудь в кабинет зайдёт, и ты опять стесняться начнёшь. Ладно, один-один. В общем так, Танюш, меня сегодня пораньше отпустили, так что я Лёшку из садика сам заберу. Лёшку? Да не надо, давай я заберу. Ну ты, чё это ты будешь мотаться? Танюш, может, хватит уже ревновать? Да я не ревную, просто, ну, просто, просто ты устал. Ну, там, полежи, отдохни. А хочешь, пивка возьми. Ого, ничего себе, как ты не ревнуешь. Сама разрешаешь мне пивка взять? Ладно, я уже у садика паркуюсь. Саша, подожди! Я, кажется, буду забыла в ванной выключить дома. Ну, отлично. Сейчас Лёшку заберу и вернёмся поплаваем. Давай, пока. Это кто тут у нас не спит? Пойдём скорее в кроватку. Пойдём. Ирина Николаевна, здрасте, я за Алексеем Александровичем. Пу! С работы ещё не перестроился. За Лёшкой. Александр, что вы здесь делаете? А вот, на тихий час пришёл, дома-то я не высыпаюсь, думаю, может, хоть здесь? Ну, за Лёшкой я. Я вам его не отдам. Да? Ну, тогда давайте какого-нибудь другого. Мне, в принципе, всё равно. Что происходит-то? Вам в таком состоянии забирать ребёнка нельзя. В каком состоянии? Ну, в запое. А у вас здесь что, стены красили? В каком запое? Я вообще за рулём приехал, вы что? Пьяный за рулём? Вы что, с ума сошли? Так, стоп, стоп, стоп. Если так дальше пойдёт, то точно сойду. Давайте объясните мне, что происходит, или я иду к заведующей. Мне рассказала всё ваша жена. Да что рассказала-то? Что вы алкоголик. Ах, жена рассказала. Ну, спасибо, Таня. Ладно. Раз я алкоголик, значит и жена у меня должна быть подходящая. Да, Ирина Николаевна. В общем, это, конечно, разговор непростой. Может, присядем? Пожалуйста. Как бы вам сказать. В общем, Таня, она у меня не совсем адекватная. У неё небольшое психическое расстройство. Как? На самом деле, мы об этом не распространяемся. Я вас очень прошу, это между нами. Конечно, конечно. У неё как раз сейчас идёт обострение. И, в общем, начинает выдумывать. Да нет, не может быть. Послушайте, ну посмотрите на меня. Я же нормальный человек. Мы же с вами каждый день практически встречаемся. Я забираю сына, мы общаемся с вами. Ну, и, по-моему, от меня и не пахнет. Ну, в принципе, да. Подумайте, если бы я каждый день заливал, я бы, наверное, сюда не за сыном приходил, а скорее вот к вашему дворнику, так сказать, поинтересу. Правильно? Ну, правильно. Ну, я Татьяне тоже не сразу поверила. Да ну что вы. Эти, ну, такие люди, ну, вы поняли. Они вообще очень убедительные. Слушайте, знаете, мне неудобно, что я вас во всё это втягиваю как-то. Да нет, вы что? Я вообще не понимаю, как вы живёте. Ей нельзя доверять ребёнка. Да можно, 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 можно. Послушайте, там на самом деле ничего сложного. Главное, вот таблеточки вовремя давать и дозу вовремя повышать во время таких обострений. Ну, а я уже и привык. А Лёшке вообще весело. А что, мама смешная, мама с кастрюлей на голове бегает. Бом-бом. Да. Кошмар. Ладно, я вам сейчас Лёшку проведу. Да, кстати, скажите, пожалуйста, у вас случайно в последнее время цветы с подоконников не пропадали? Нет, вроде, а что? Да, это, как говорится, её любимая. Она землю из горшков ворует. Зачем? Ест. Ну, я обязательно проверю. Вы проверьте, да, извините. Лёшенька, давай, проезжаем через кубики, проезжаем через кубики, паркуемся. Кубики не задеваем. Давай, 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 давай. Акку, ну, ну, куда ж, вот, зацепил. Ты прям как мама у нас водишь, да? Лёша, ну, ничего, научишься. Я тебя так скажу. Привет. О, мама пришла. Саш, ну, как дела, что нового? Как Алёшку забрал? Ну, в общем-то, ничего нового. Всё по-старому. Да и, кстати, воспитательницы тоже старые. Так что, Таня, не хватит уже ревновать, а? А я не ревнуюсь, Саша, успокойся вообще-то. Слушай, а Алёшку тебе без проблем отдали? Почти. Пока 700 рублей на охрану не скинулся, не отдавали. Да. А, Таня, вообще, что за вопросы такие? Да просто. Ладно, пойду ужин готовить. Да. Нет, Танюша, сначала попробуй то, что я тебе приготовил. Тань, да! Э, это, забыл спросить. А ты завтра не можешь Лёшку в садик с утра отвезти, а? Конечно, конечно, я послезавтра смогу. А, слушай, ну вообще, а давай я на себя это возьму, а? Ну, чего тебе туда ходить? Да нет, нет, только завтра. Просто мне пораньше на работу надо. А, хорошо, хорошо, без проблем, без проблем. Это ты думаешь, что без проблем. Лови презент от запойного алкоголика. Слушай, совсем забыл. Короче, у них там завтра какой-то утренник, что-то типа в гостях у русской сказки, да. И, в общем, один из родителей должен прийти в костюме. У них там какие-то совместные игры. Завтра? А раньше они не могли предупредить? Вот, я так и говорю. Ну, вы что, алло? Ну, ты же знаешь, там с этой, с Оренбургской шалью-то, не поспоришь? Вот, и так что тебе завтра по-любому нужен костюм. Офигенно. И что делать? Слушай, у меня же там желтый плащ теткин остался. Из него же можно такую обалденную курицу сделать. Так. Рябу. Так, так. Все закачаются. Вот это уже ближе. Можно еще яйца золотистой краской раскрасить, так. И это, шапку мою красную возьми, что-нибудь там сверху пришьешь, будет как хохолок. Точно, точно. Так, ну что, я иду делать костюм. А вы с Лешей там что-нибудь придумайте на ужин. Да. Давай. Ну что, Леха, двойная победа. И мамку проучили, и пиццу закажем, да? Так, Сергей, подай азбуку. Я ее ребенку купила. Таня, ты что мясо в кастрюле жаришь? Не жарю, а варю. А. Ёлки, уже семь часов? Ну, все, давайте. Тогда я первое тяну. Угу. Так. Сашка. О. Ну, значит, я пародирую Сашку. Опа. Так, ну что у нас там на ужин-то, а? Так, все, я на диван. А то он форму моей попы потеряет. Ой, 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 ой. Все. Похоже. Так, следующий я. Лиля. О. Ребята, а давайте я вам борщ, а соки добавлю. Ну, а что, котята едят, значит, людям полезно. Я. Ну, давай. Гоша. Оп. Ответочка. Саня, ну что, пойдем пиво-то пить? Нет, ну, ну, что ж ты час дня? Хорошо. Так. Ну, у меня, походу, Таня остается. Всем привет. Я Татьяна Сергеева. Я люблю своего мужа Сашку и сына Алешку. Вот. Сашка, ты такой милый. Приходит. Давай тебе еще пирога принесем. Давай. Вот. Спасибо. Отстой. Угу. Ребята, вы что, знаете Даню, что ли? Если бы я что-то показала, то вот тут было бы... Так, Сергеев, я не поняла. Это что такое? Ты что, вообще оборзел? Во-первых, не похоже. Во-вторых, месяц без секса. Два месяца. Два месяца. Челси выигрывает 2-0. Только что Торрес был пенальти. Попал в штангу, матч заканчивается через 7 минут. По идее, вчера я проучил Таню, и счет был 1-1. Но ничья меня не устраивала. Я жаждал победы. Доброе утро, Арина Николаевна. Курочка Ряба привела своего цыпленочка в гости к русской сказке. Куда яйца нужно поставить? Какие яйца? Не простые, а золотые. Да мой цыпленочек. Я, кажется, поняла. А вы присаживайтесь пока, я вас цыпленкой заберу. Пойдем, Алеш, и цветочек заберем. Ты придурок, идиот ненормальный. Я прошу прощения, это все для меня или нужно выбрать одно из трех? Меня за тебя чуть ребенка не отобрали. Думали, что ты сумасшедшая. Тань, ты успокойся, пожалуйста, не кричай, а то соседи тоже, может, что подумают. Ну, я-то знаю, что ты нормальная. Да? А мне это им пришлось в костюме курица доказывать. Ну, я же как-то доказал, что я не алкоголик, хотя с такой женой грех не запить. А с таким мужем грех с ума не сойти. Тань, ну вообще, ты сама виновата. Ну, извини, надо было поменьше, как всяким воспитательницам клеиться. Тань, да ладно, бросай, а. Кто на меня посмотрит? Я же алкоголик. Да и вообще, давай проехали. Я на тебя, честно говоря, уже не обижаюсь. На больных же нельзя обижаться. Семейка у нас, конечно, огонь получилась. Сашка, самое страшное, что сейчас реально слушок пошел, что у Леши Сергеева папа алкашка, а мама того. Надо что-то придумать. Ладно, придумаем. Значит так, завтра придем в садик и пустим слух, что родители Вики Осиповой сектанты. А? Так сказать, отнышь внимание. Думаешь, нам поверят? Вы знаешь, что сделаем? Мы в ее ящик с вишенками подкинем куриную ногу и четки. Сашка. Таня, открой дверь, пожалуйста. Саш, я читаю. А я ногти только что накрасил. Таня, а где у нас полотенце? О, а ковер можно в стиралке стирать? А чем лучше ключи из унитаза достать? Держи краски и листочек давай рисуй, типа мы чем-то с Лехой занимались. А почему я? А почему я? Ты что, нарисовал? Показывай. Вот. Ну что я могу сказать? А ты что, напрягся ты? У автора рисунка есть признаки задержки психоинтеллектуального развития. Однозначно. Юбилин. Молодец. А, пофиг. Я нечаянно все с компьютера удалила. Можешь наказать меня. Вставить диск 2.